Новости в эфире. С вами Алмаз Ашим. Здравствуйте. Уже сегодня пройдет одно из самых грандиозных музыкальных событий. Финал Junior Eurovision среди 12 лучших юных вокалистов. Каракат Башанова. Займет ли наша участница конкурса первое место? Во многом зависит от нашей с вами активности. Любовь к пению Каракат Башанова из Алматинской области начала проявлять с раннего детства, а профессиональным вокалом занялась в возрасте 9 лет. Юная исполнительница учится в музыкальной школе для одаренных детей в Алматы. Каракат играет на скрипке и фортепиано. Не раз становилась победительницей республиканских конкурсов. Именно с этой композиции Каракат Башанова покорила членов жюри национального отбора на детское Евровидение. Из 12 сильнейших исполнителей ее признали лучшей. В этот раз услышу песню «Каракат», и она сразу меня покорила. Мы имеем право проголосовать за три страны. Я гарантирую, что Казахстан будет в их числе. В гранд-финале Junior Eurovision Каракат исполнит песню «Форево», посвященную своему отцу, который ушел из жизни пять лет назад. Многие считают, эта лирическая композиция с глубоким смыслом не может не затронуть сердца судей и зрителей. По понятным причинам, финал Junior Eurovision пройдет в онлайн-формате. Голосование уже идет и продлится даже спустя 15 минут после всех выступлений участников. Казахстанцев призывают проявить активность и поддержать нашу соотечественницу. Вспоминаю историю с Ержаном Максимом, когда он в прошлом году, вы помните, он занял второе место. И что интересно, профессиональность жюри дает ему первое место. Мы, казахстанцы, его опускаем на второе место. Просто элементарно не хватило голосов. Поэтому обидно. И у нас, к сожалению, так часто бывает, если появляется у нас какой-то талантливый ребенок, мы все восхищаемся, гордимся. А вот когда наступает конкретная ситуация, когда надо помочь, все надеемся друг на друга, но, к сожалению, это не работает. Поэтому мы опять призываем и просим подключаться к голосованию, поддержать нашу девочку. Чтобы отдать свой голос за понравившегося фаворита, необходимо зайти на официальный сайт Junior Eurovision и просмотреть короткий видеоролик. Онлайн-голосование бесплатное. Но трансляцию конкурса смотрите сегодня в эфире телеканала Хабар в 22.00. Сабина Балашкина, Хабар, 24. Продолжение следует... Выбирайте Каракат Баршанову и еще двух понравившихся конкурсантов. В конце страницы нажмите на иконку «Принять мои голоса» или «Submit my voice». Победа страны в ваших руках. Участие в голосовании бесплатное. В мире зарегистрировали рекордное число заражений коронавирусом за сутки. Почти 750 тысяч такие данные представили во Всемирной организации здравоохранения. Больше половины всех инфицированных приходится на Северную и Южную Америку. Следом страны Европы и Юго-Восточной Азии. Лидерами антирейтинга по-прежнему остаются США, Индия и Бразилия. Власти Мехико закупили десятки тысяч тестов на ковид. Жители массово проверяются на наличие вируса. В городе работают сразу 200 центров тестирования. Однако этого недостаточно. Людям приходится ждать в своей очереди часами и не всегда удается сдать тест. Очень большой спрос. Все это длится довольно долго. Это уже наша третья попытка сдать тест. В Польше начали ослаблять карантинные ограничения. В стране снова открываются торговые центры. Но покупатели должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Во Франции акция против полицейского насилия собрала около полумиллиона человек в крупнейших городах страны. Это на фоне действующего локдауна. Точкой кипения для французов стало обсуждение новой статьи закона, которая запрещает снимать на видео действия сотрудников полиции и распространять их в социальных сетях. Для протестующих этот законопроект стал настоящим покушением на свободу слова во Франции. Это несколько движений, которые объединились, чтобы протестовать против этого закона о глобальной безопасности, который в реальности является законом о глобальной небезопасности граждан. Потому что закон предусматривает выдачу полностью преступной власти полиции, создавая тем самым условия для того, чтобы ее действия не видел никто. Ни один французский полицейский не был приговорен хотя бы к неделе за решеткой, после гибели или калечения задержанных, ни на одну неделю за решеткой. И также ни один руководитель полицейский не был наказан. Это создает чувство безнаказанности. В Париже акция протеста собрала около 50 тысяч человек. Собравшиеся требовали отозвать законопроект. Символом этой демонстрации стал парижанин Мишель Зеклер, которого несколько дней назад полицейские избили за отсутствие маски. И факт превышения полномочий удалось доказать благодаря видео с камер наблюдения и мобильных телефонов очевидцев. Мирная акция протеста быстро переросла в столкновение с силовиками. За несколько часов в центре города были сожжены несколько автомобилей. Разбиты десятки витрин, банкоматов, сожжено отделение банка. Для разгона демонстрантов стражи порядка применили слездачевый газ и водометы. В столкновениях пострадали 37 сотрудников полиции. Арестовано около 30 человек. О раненых среди участников акции протеста не сообщается. На итальянский остров Сардиния обрушились ураганы и проливные дожди. По меньшей мере три человека погибли и двое пропали без вести, сообщает рейтер. Вода затопила несколько населенных пунктов. Грязевой поток заблокировал центральные улицы. Повреждены линии электропередач. В регионе ведутся поисково-спасательные работы. Жители некоторых районов эвакуировали. Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана. Сильный снег и метель синоптики прогнозируют сегодня в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях. В связи с плохими погодными условиями ограничено движение на участке трассы Усть-Каменогорск-Серебрянск для грузовых машин с прицепом. Рекорд Ильи Ильина побит. Тяжелоатлет Артем Антропов из Караганды установил новую планку, подняв в толчке 216 килограммов. В итоге 20-летний спортсмен в сумме с рывком стал чемпионом Казахстана. Причем отрыв от неоднократного чемпиона мира Ильи Ильина составил 8 килограммов. Полицейский «Октаву» использует новый вид связи с горожанами. Участковые подключаются к чатам жителей в мессенджере WhatsApp и стараются быть активными в социальных сетях. Помогает ли это контролировать общественную безопасность, выясняла Динара Нургалиева. В групповой мессенджер поступил очередной сигнал. Жители одного из домов 8-го микрорайона «Октаву» выслали участковому фотографии опасной находки. Ирина Петровна, добрый день. Это участковый инспектор Анимайф Ужас. Здравствуйте. Хорошо, вот сейчас направляюсь туда. Адрес уточните еще раз, пожалуйста. Шприцы с иголками и сегодня продолжают лежать под балконами. Дворник убирает их каждый день. Но на следующий появляются новые, говорят местные жители. В первую очередь горожане опасаются за детей, для которых находка может быть опасной. Седьмой этаж, вы точно... Ну вот, я поднялся туда, они двери не открывали. Соседка говорит, это мои соседи на седьмом этаже. Жильцы этой многоэтажки сообщили участковому о подозрительном мужчине, проживающем на седьмом этаже. Они просто не открывают дверь, говорит женщина, живущая по соседству. Сюда частенько захаживают сомнительные личности. Жительница просит участкового инспектора принять меры. Личность установлена. Мужчина состоит на учете в наркодиспансере. По обращению жильцов будут приняты соответствующие меры. Чтобы понять, кто посещает его, мы разделим наших сотрудников и будем наблюдать. Сначала месяца всех участковых Актал добавили ватсап-чаты. Это позволяет полиции находиться в шаговой доступности для горожан. Да и сами жители этому рады. Раньше через 102 вызывали, а сейчас легче. Просто написал сообщение в ватсапе, и инспектор проверит и разберется в случае беспорядков. То, что участковые в общем чате, как-то спокойнее стало. Благодаря совместной работе с жителями посредством социальных сетей в городе уменьшилось количество правонарушений на 40%. Отмечают в региональном департаменте полиции. Динара Нургалиева, Саламат Бекпаев, Актал Хабар, 24. Защитный барьер от соли, песка и эрозии почвы в Казлардинской области приступили к осенней посадке черного саксаула. Удивительно выносливое растение, которое способно выжить в пустыне, сейчас помогает экологам озеленить высохшее дно Аральского моря. Сажают растения в два этапа – весной и осенью. Посадочным материалом регион обеспечивают местные лесопитомники. К слову, из 6,5 миллиона гектаров лесного фонда региона почти половина приходится на саксаульники. Это 40% всего саксаула, растущего в Казахстане. Увеличить площадь удалось за счет введенного в стране моратория на его вырубку, который продлится до 2023 года. Кроме того, для высадки древесных растений на дне Арала были выделены гранты Всемирного экологического фонда и Южной Кореи. Наши коллеги из Южной Кореи за последние три года высадили на дне Аральского моря 13 300 гектаров саксаула. По данным экспертов, схожесть растений колеблется в пределах 30-35%. Это отличный результат, и мы намерены продолжить сотрудничество в этой сфере. В целом, к этому дню на казахстанской части дна моря посажено более 300 тысяч гектаров саксауловых лесов. В Уржарском районе Восточно-Казахстанской области за два года планируют обеспечить жильем всем многодетные семьи, которые стоят в очереди. Сейчас там идет масштабное строительство. Возводят не только дома, но и другие социально значимые объекты. Раньше здесь был пустырь. Сейчас же идет масштабная стройка. Возводят целый микрорайон. Площадь каждого двухквартирного дома – 120 квадратных метров. Есть, где разгуляться ребятни. Вода от центральной сети и экономичная печь идут в комплекте. В районе более 100 многодетных матерей стоят в очереди на жилье. Дома предназначены для этой категории населения. Уже определено место для строительства жилья в следующем году. Завозятся стройматериалы. Планируем возвести еще 30 домов на 60 квартир. То есть за два года мы, наши многодетные семьи, обеспечим жильем. А это котельное отечественного производства. Инновационное ноу-хау пока отапливает один многоэтажный дом и бассейн. Система экономичная и вреда для экологии практически не оказывает, говорят специалисты. Раньше у нас в котлах выходил дым и уходило тепло. Теперь данное тепло они поймали это раз данными котлами. Во-вторых, они полностью не засоряют атмосферу. Все осадки, которые остаются, все остается здесь в циклоне. Потому что циклон находится в водяной рубачке. Он проходит все эти частицы твердых отходов, оседают вниз. Ну и, конечно, расход угля очень хороший. Всего тратим в сутки 250 килограмм угля, чтобы поддержать данные два объекта. И еще один объект, который сейчас модернизирует аэропорт Урджара. Расширит взлетно-посадочную полосу до 2160 метров. Воздушная гавань сможет принимать большие самолеты, что наверняка поспособствует развитию туристической сферы. Нургуль Ахметова, Булат Кукина-Иула, берег Жобала-Иула, Хабар-24, Восточно-Казахстанская область. В Талдыкургане внедрили систему безналичной оплаты в общественном транспорте. Теперь проезд жители оплачивают специальной картой или QR-кодом с помощью мобильного приложения. Во всех автобусах установлены валидаторы. Стоимость проезда для пассажиров с карты составляет 80 тенге, без карты – 120. Для многодетных матерей и лиц старше 70 лет сохранили льготный проезд. Надо привезти новые автобусы и создать условия для водителей. Важно учесть и зарплату. Жду таких изменений от новой системы. На этом закончим. Оставайтесь с нами. До скорого.